Идеальных дорог в Кирове нет, говорят в ГИБДД. Вывозить снег экономически невыгодно, жалуются подрядчики, а администрация города всем довольна и продолжает ставить хорошие оценки. На пресс-туре теперь уже представители правительства пытались разобраться, что делать с нынешней катастрофической ситуацией по уборке города. Снежный коллапс кировчане могут ощутить не только на дорогах и тротуарах. Вечером неприятный холодный сюрприз, целый сугроб буквально свалился на голову пешехода. За путаницу в квитанциях управляющие компании будут наказаны серьезными штрафами. Сегодня в правительстве области прокомментировали ситуацию с квитанциями, которые на днях запутали кировчан. Сумма в строке о содержании общедомового имущества у некоторых осталась прежней, хотя должна быть меньше, ведь за мусор теперь платим отдельно. Частично сознался в незаконной предпринимательской деятельности превышение должностных полномочий даже в хранении боеприпасов. Закончилось расследование по делу главы Афанасьевского района Василия Чаранева. Материалы переданы в суд. Я попытался покормить, он взял и откинул морковку. Он не забавный очень. Покатали детей на трюковых мотоциклах и дали покормить фруктами 4-тонных тяжеловесов. Сегодня артисты программы «Шоу слонов» провели открытую репетицию для детей из интернатов и школ города. О событиях среды 13 февраля расскажет информационный канал «Город» в студии Александр Тимшин. Здравствуйте! Идеальных дорог в Кирове нет, говорят в ГИБДД. Вывозить снег экономически невыгодно, жалуются подрядчики. А администрация города всем довольна и продолжает ставить хорошие оценки. Сегодня на пресс-туре от правительства области снова пытались разобраться, что делать с нынешней катастрофической ситуацией по уборке города. Оказалось, что теперь в зауженных улицах и непроходимых дворах оказались виноваты не только водители припаркованных авто. Снега выпало слишком много, а техники по снеговывозу нет, сказали будут искать. Ксения Зиновьева продолжит. Валить на то, что машины припаркованы, ну да, водители у нас нарушают правила дорожного движения. К ним тоже ответственность принимается. Но, к сожалению, вы со своей стороны не выполняете те обязанности, которые должны выполнять. Кажется, такого поворота представитель субподрядчика не ожидал. Как правило, рейды или пресс-туры по снегу проходят без участия ГИБДД. Но, видно, и у них накипело. Инспекторы говорят, что кировчане начали жаловаться на уборку дорог даже им. И что идеально почищенных участков в городе не осталось. Имеется пешеходный переход. Транспортное средство не припаркованного пешеходного перехода. Согласно требованию ГОСТа у нас не допускается 10 метров до пешеходного перехода. Прозвание слежих валов. Подрядчик, вот пообъясните, почему у вас пешеходный переход вообще никак не очищен? Я же повторю, мы не успели этот участок довести. Таких участков, как у Герценки, заваленными пешеходниками и валами снега по городу сегодня десятки. И в каждом районе. Во дворах уже несколько недель кировчане месят снежную кашу. Водители боятся парковать машину у своих подъездов. Иначе не выйдешь. Говорят, что так безобразно зимой город не чистили уже лет шесть. Мы еще раз обратим внимание администрации и подрядных организаций на то, чтобы в первую очередь реагировать на обращение граждан. Потому что, к сожалению, увеличилось обращение именно граждан. Если можно считать, что дорожное покрытие в принципе устранено, обледенение и накатов нету, то именно тротуары, пешеходные переходы, места парковок оставляют желать лучшего. Поэтому, очевидно, проблемы есть. Надо их решать. Подрядчики говорят, что убирать снег просто не успевают. Слишком много осадков в феврале. По ГОСТам расчищать и вывозить должны в течение девяти дней после снегопада. И не важно, что снег на некоторых участках лежит еще с начала зимы. Судя по состоянию дорог и тротуаров, видимо, отчет ведут все равно от последних осадков. В качестве наказания генерального подрядчика, это ГДМС, ничего нового не озвучили. За январь 9 предписаний, из них полностью выполнено 5 из штрафов на 400 тысяч рублей. О том, что, видимо, не страшно и не больно, и пора бы перейти к более суровым наказаниям, молчат. Оказывается, в городе катастрофически не хватает техники для вывоза снега. Сколько конкретно нужно машин, в администрации не знают. Не могу сказать сейчас. Ну, увеличит и раза в два, в три точно надо. Технику мы сейчас привлекаем. Ну, не мы привлекаем, пытаемся работать субподрядной организацией. Субподрядная организация будет привлекать стороннюю технику местникового возраста. Именно технику самосвальную, самосвалы, которую смогут вывозить. В Коминтерне на фоне неплохо расчищенной дороги субподрядчики говорят, что вывозить снег в этом году им просто экономически невыгодно. Платят слишком мало. Договор на снеговывоз, например, у Автодора на 20 тысяч кубов на всю зиму. В среднем за сутки по городу генподрядчик отчитывается за 9 тысяч кубометров. Да, конечно, стоимость, наверное, в этом году не такая, как хотелось бы нам, но, в принципе, укладываемся. Без прибыли, но укладываемся. И под занавес пресс-тура оценка ситуации от городской администрации. К слову, главного заказчика на расчистку и уборку снега. На ее фоне проблемы с дефицитом техники и небольшой стоимостью работ и не проблемы вовсе. В администрации, с учетом, правда, небольших замечаний, довольны уборкой снега в этом году. Я считаю, что оценка удовлетворительна, недостатки есть, и их надо устранять. Удовлетворительно это сколько? Ну, удовлетворительно, скажем, лишь четверки. Ксения Зинуева, Анатолий Гагаринов и Александр Марченко. Информационный канал «Город». За путаницу в квитанциях управляющие компании будут наказаны серьезными штрафами. Сегодня в правительстве области прокомментировали ситуацию с квитанциями, которые на днях запутали кировчан. Сумма в строке о содержании общедомового имущества у некоторых осталась прежней, хотя должна быть меньше, ведь за мусор теперь платим отдельно. Напомним, в минувший понедельник социальные сети разрывали фотографии квитанций за январь. Многие заметили, что плата за содержание дома совсем не поменялась, а у некоторых стало еще больше. Это при том, что вместе с этим появилась и новая обещанная графа за вывоз и переработку отходов. Жители города недоумевали, почему должны платить за мусор дважды и по старым, и по новым правилам. В управляющих компаниях тогда говорили, что сумма в графе содержания общедомового имущества не уменьшилась, потому что освободившиеся деньги якобы пойдут на ремонт и содержание контейнерных площадок. Сегодня в правительстве области рассказали, что управляющие компании таким образом нарушили закон. Они вообще должны были обязаны предупредить жителей заранее о том, что плата за содержание дома должна измениться, причем в меньшую сторону. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, не позднее 10 дней до начала оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО, должны были известить собственников помещений дома об изменении размера платы за содержание жилого помещения и по требованию предоставить подтверждающие документы, в том числе обосновывающие расчет этого размера платы. В ряде случаев этого сделано не было. Министр добавил, что управляющие компании будут наказаны стотысячными штрафами, если не уменьшат плату за содержание дома. Правда, оказалось, что эта плата уменьшится, внимание, всего на 2-3 рубля. Получается, что до старта мусорной реформы мы платили за мусор именно такую скромную сумму. В городадминистрации объявили о голосовании за дворы, которые отремонтируют в 2020 году. Роспотребнадзор изъял 2 тонны молока, а в МЧС предупредили о капризах погоды в ближайшие 2 дня. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. В городадминистрации пообещали отомстить хулиганам за мусорные баки. Чиновники пожаловались на то, что увозить босор теперь мешают вандалы, которые ломают и жгут контейнеры, а еще крадут с них колесики. Также известны случаи опрокидывания баков в кюветы или самовольное их перемещение. Особо буйных нарушителей чиновники пообещали найти и выписать штраф в 5000 рублей. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 2 тонны молочной продукции. В 2018 году они проверили качество молочки в местах его производства и продажи. Под проверку попали сыр, сливочное масло, кисломолочные продукты и само молоко. Всего было изъято порядка 400 проб, 22 из них не соответствовали допустимым нормам. В частности, речь идет о нарушениях в микробиологии. Всего было изъято 26 партий продукции. В 2019 году офисы многофункциональных центров расширяют перечень своих услуг. В МФЦ можно будет получить загранпаспорта нового образца. Для этого в один из комплексов уже закуплен комплекс регистрации биометрических параметров. Также скоро появится возможность оплаты госпошлин прямо в офисах МФЦ. А еще чуть позже каждому оператору поставят и платежные терминалы. Кировчане с помощью голосования смогут выбрать дворы, которые отремонтируют в 2020 году по проекту «Комфортная городская среда». Об этом сообщили в администрации города Кирова. Ремонту будут подлежать те объекты, которые наберут больше всего голосов. Проголосовать можно с 22 по 25 февраля на официальном сайте городадминистрации, а также в центрах местной активности города. Результаты будут известны уже 1 марта. Спасатели объявили метеопредупреждение в Кировской области. По данным МЧС, в четверг, 14 февраля, ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. Сопровождаться они будут обильными снегопадами. Водители предупреждают об ухудшении видимости и возможном образовании накатов на дорогах. Покатали детей на трюковых мотоциклах и дали покормить фруктами четырехтонных тяжеловесов. Сегодня артисты программы «Шоу слонов» провели открытую репетицию для детей из интернатов и школ города. Речь идет сразу о шести учебных заведениях. Стоит сказать, что большинство детей сегодня оказались в цирке впервые в жизни. Я попытался покормить, он взял и откинул морковку. Они забавные очень, слоны-то. У них шкура такая мягкая, они добрые. Люди даже не бьют. Не боясь четырехтонных слонов, дети выбежали на манеж, чтобы потрогать и покормить тяжеловесов бананами, морковью и яблоками. Дрессировщики говорят, такое тесное общение с большими животными безопасно. Как для самих ребят, так и для пугливых слоних. После кормления на открытой репетиции в цирке появились мотоциклисты-трюкачи. Показали несколько опасных номеров из своей программы и покатали детей на двухколесном транспорте. А посмеяться всех заставил гость из московского цирка Никулина клоун Бо. Организаторы открытой репетиции говорят, общение с цирковыми артистами помогает детям развиваться. Наша цель в первую очередь это развитие познавательной активности детей дошкольного, дошкольного возраста. Чтобы больше мог ребенок быть в интерактиве с животным, как оно содержится, чем питается, как проходит дрессура. В Кировском цирке пообещали, что открытые репетиции перед детьми из интернатов и школ проходят не в последний раз. Такое возможно и с новыми программами, которые будут приезжать в Киров. А все артисты цирковой программы «Шоу слонов» пробудут в нашем городе до 18 февраля. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Снежный коллапс кировчане могут ощутить не только на дорогах и тротуарах. Вечером неприятный холодный сюрприз. Целый сугроб буквально свалился на голову пешехода. Этот случай на улице Карла Маркса запечатлела камера автолюбителя. Подробности в рубрике «Место происшествия». На улице Карла Маркса на мужчину-пешехода с крыши сошла снежная лавина. Судя по видео, мужчину чуть ли не полностью засыпало снегом. После этого случая многие автолюбители остановились, чтобы помочь бедолаге, но мужчина не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего шинного завода. 30 января 44-летний электромонтер Альберт Порошин упал с высоты 10 метров и скончался на месте. По данным следствия, мужчина вместе с напарником проверял кабель на втором этаже и провалился в отверстие на полу. Известно, что отверстия были закрыты пластиковыми поддонами и огорожены. После проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». На улице Московская пьяный водитель Лады Гранта врезался в «Тойоту Марк 2». Сразу после ДТП Лихач попытался договориться с другим участником происшествия. А когда это не вышло, он спрятал свой видеорегистратор, представился пешеходом и отрицал вину. Уже в ГИБДД водитель сам был не прочь посмотреть с инспекторами запись. Вот машина едет по улице Московской, Лихач не успел затормозить и врезался в «Тойоту». По данным полиции, теперь Дмитрию грозит штраф и лишение прав свою машину он будет восстанавливать сам. Частично сознался в незаконной предпринимательской деятельности превышение должностных полномочий даже в хранении боеприпасов. Закончилось расследование по делу экс-главы Афанасьевского района Василия Чаранева. Материалы переданы в суд. По версии следствия, Василий Чаранев незаконно организовал свалку отходов на непредназначенной для этого земле и нанес экологический ущерб в 105 миллионов рублей. Еще один эпизод касается предпринимательской деятельности, которую глава Афанасьевского района осуществлял, по мнению следствия, через своих родственников, но по сути самостоятельно, чего не имел права делать как чиновник. Более того, кормил эти организации заказами муниципалитета на льготных условиях и вообще без проведения торгов, как того требует закон. А еще имел двухэтажный кирпичный особняк с мансардой, который бывший чиновник решил не декларировать. Также сотрудники следственного комитета и ФСБ провели обыски в доме экс-главы района и нашли у него боеприпасы, которые он не имел права хранить. В данный момент Чаранев находится под домашним арестом. Были проведены обыски по месту жительства обвиняемого, в ходе которых были обнаружены 49 патронов, хранившихся незаконно. Данные патроны были изъяты. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Артисты готовы, костюмы пошиты, а декорации уже на сцене. Спустя 9 месяцев с начала репетиции Кировский драмтеатр готов показать зрителям спектакль Лиси Страта. Сегодня прошла финальная репетиция. Это история о том, как древнегреческие женщины решили изменить ход истории, прекратить 100-летнюю войну, причем в своих интересах. Чтобы вернуть своих мужчин в семьи, они решают отказать им в любви. Воины все-таки возвращаются домой, но, как гласит история, ненадолго. Лиси Страта считается одним из самых массовых по количеству действующих лиц спектаклям драмтеатра за последнее время. В нем задействованы почти все артисты театра. Очень важно, чтобы в репертуаре театра периодически появлялись пьесы, спектакли, где занята желательно вся труппа. Это важно для существования театра. Хотя это сложно в нынешние времена особенно, потому что денег нет. Но для того, чтобы дух и смысл мы не теряли, мы должны периодически выходить все на сцену. Лиси Страта готовился к показу почти 9 месяцев. Удруг театр отметил, что это произошло из-за проблем с финансированием, из-за которых подготовку приходилось приостанавливать. И только осенью труппа смогла вернуться к подготовке. Спектакль имеет возрастное ограничение в 18+. В театре говорят неприличных слов, и сцен в нем не будет. Сюжет и такие взаимоотношения между мужчиной и женщиной смогут понять только взрослые. Премьера спектакля состоится в четверг, 14 февраля. Такой была эта среда, 13 февраля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии для вас работал Александр Тимшин. Всего доброго и увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин